Что происходит сейчас в регионе, об этом вам расскажут журналисты канала ПС и я, Артемий Заварзин. Добрый день. В эти минуты продолжаются очередные сессии Архангельского областного собрания депутатов в повестке 25 вопросов, первый из которых отчет о результатах работы правительства в 2016 году. Его представил губернатор региона. На сессии работает мой коллега Алексей Карельский. Алексей, приветствую тебя. Какие подробности расскажешь? Добрый день, Артемий. Очередная сессия началась с ряда социальных вопросов. В частности, депутаты поддержали проект о поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Он предусматривает меры социальной поддержки для выпускников детских домов, в частности, консультативную, юридическую, социальную помощь, ну а также социальную стипендию для ребят, которые обучаются по программам профессиональной подготовки. Но, естественно, самый объемный вопрос первой половины дня – это отчет губернатора Архангельской области о деятельности правительства за 2016 год. Перед отчетом всем желающим раздали вот такие таблички. Они хоть и в упрощенной форме, но все-таки отражают основные направления работы и отражают динамику в социальной сфере и в экономике. Можно отметить, что в 2016 году было построено три детских сада, три школы, почти 3800 человек переселено из аварийного жилья, а также более 2000 безработных получили дополнительное профобразование и 60% из них уже трудоустроено. Судя по вопросам и реакции депутатов, которые последовали после доклада, отчет их удовлетворил. Спасибо, Алексей. Мой коллега Алексей Карельский работает на сессии регионального парламента. Репортаж об этом в 16 часов на канале ПС. Я лишь добавлю, что сегодня был утвержден новый уполномоченный по защите прав предпринимателей при губернаторе Архангельской области. Им стал новодвинец Иван Кулявцев. В сфере бизнеса Иван работает уже 16 лет. Печальное известие. В Архангельске скончался заслуженный артист России Валерий Колосов. Он ушел из жизни после тяжелой болезни. Валерий Колосов был ведущим актером Архангельского театра драмы, где работал почти 45 лет. Многие помнят его блестящие роли, которых за полвека сыграно около 50. Колосов был любим Архангельской публикой в трудные для театра годы. Он некоторое время был директором и главным режиссером. В последнее время актер тяжело болел, но продолжал выходить на сцену. Продолжаем выпуск. Архангельский специализированный дом ребенка провел первый день аиста. Это новый формат, который призван познакомить попечителей и просто неравнодушных граждан с тем, как живет учреждение. Архангелогородцы принимают большое участие в жизни его маленьких воспитанников. Только за прошлый год благотворители, попечители и волонтеры собрали свыше 2 миллионов рублей. А сам дом ребенка признан лучшим педиатрическим учреждением в стране. Репортаж Алиси Кукиной. Как дома? Такую атмосферу создают медработники и педагоги дома ребенка. Здесь малыши могут жить с пеленок до 4 лет. В группе не больше 6 детей и 3 постоянных воспитателя. Ребенок обязательно должен чувствовать себя нужным. Важной частью чего-то большего. У каждого ребенка есть свой близкий человек из числа педагогов. И с ним малыш может провести целый час. Его можно потратить на игры или обнимашки. Социализация важна, но и личное пространство каждой крохи необходимо. У каждого ребенка свой индивидуальный шкафчик. Все, вот у них, вот пожалуйста. Здесь парадная выходная одежда, здесь повседневная. Все, и так у каждого ребеночка. К слову, шкафчики, игрушки и современные реабилитационные примочки появляются в доме ребенка благодаря попечителям. День Аэста задуман как ознакомительный формат открытых дверей для тех, кто уже вносит свой вклад в жизнь у маленьких воспитанников и тех, кто, возможно, еще только планирует это сделать. Когда ты видишь глазки этих замечательных деток, ты понимаешь, первое, что ты можешь им отдать, это свою любовь. Пусть маленькую, на эти 15-20 минут, пока ты посещаешь этот центр. Потом, может быть, она перерастет именно в какую-то попечительскую помощь, в поиск каких-то средств. Потому что каждый человек, он может это сделать. Из 113 ребят, что проводят свои первые годы здесь, совсем мало отказников, отмечают медики. Приемные родители выстраиваются в очередь. И важно, чтобы в ожидании своей новой семьи дети были окружены любовью и заботой. Олеся Кокина, Владимир Орлов, сейчас в регионе. Мы продолжаем. За прошедшие сутки ледовая обстановка на Северной Двине существенно не изменилась. Ледоход сейчас находится в районе деревни Пермагория Краснобурского района, ниже деревни Ракулка, в 500 километрах от областного центра. Вчера наблюдалась подвижка льда. Мониторим ситуацию. С 20-го числа обещают потепление. Поэтому, как только потепление будет, я думаю, что двинется дальше. Что касается переправ, то за прошедшие сутки закрылась одна в Пинежском районе. В Поморье продолжают работу 8 ледовых переправ. Две из них пешеходные. В Архангельске это Соломба-Лохабарка и Бревенник, лесозавод номер 14. К другим темам. Живая музыка православных культур наполняет Север. Большой пасхальный фестиваль открылся вчера в Архангельске. Горожан ожидает серия концертов духовой музыки, которая будет интересна не только православным слушателям, но и всем, кто ценит традиции, уникальный музыкальный инструмент и высокопрофессиональный вокал. Чарующими звуками духовных песнопений праздничного хора Московского Данилова монастыря, который открыл фестиваль в Кирхе, наслаждалась Валентина Скворцова. Музыка для души и сердца звучала для архангелогородцев. На сцене коллектив, исполняющий духовные песнопения, народную музыку и казачьи песни. И главное чувство, которое не отпускает весь концерт, это какая-то особенная светлая радость. Если мы находимся на связи с Богом, то радости у нас больше. Певчие Московского Данилова монастыря считают себя наследниками древних традиций. В XIII веке церковные песнопения исполняла монастырская братья. С конца XVII века стали приглашать светских музыкантов с хорошими голосами, чтобы украсить праздничное богослужение. После тысячелетия крещения Руси, празднований, которые прошли опять-таки в нашем монастыре, было решено восстановить тот дореволюционный праздничный хор, который существовал. А он состоял из большого количества оперных певцов, певцов из других светских коллективов. То есть такой мощный был коллектив, который действительно украшал богослужение. По достоинству оценили музыканты и зал Кирхи, посетовав лишь на его небольшую вместимость. Не все желающие смогли попасть на концерт. Считаю, что в такие прекрасные моменты нужно обязательно брать с собой тех, кто особенно близок, дорог. И я всем это рекомендую сделать так же, как я, например, прийти сюда с семьей. Настроение праздничное. В пасхальную неделю для нас устроили замечательный праздник. Этот замечательный хор. Пасхальный фестиваль проходит в столице Поморья уже шестой год. Но именно в этот раз он приобрел новое звучание. Теперь это не просто фестиваль музыкальный, а одновременный фестиваль православных музыкальных культур. И объединяет в себя фестиваль многие другие форматы. Мастер-классы, учебные сессии, гастрономические фестивали, выставки, встречи со зрителями. Закроется фестиваль 30 апреля в камерном зале филармонии. Надо сказать, что на этой неделе в Архангельске будет звучать музыка совершенно разных жанров. В смеси станцевального саунда 90-х, поп-хуков из 80-х и вечных гитарных рифов 70-х годов. Сегодня в Архангельске концерт нашего земляка, за которого еще несколько месяцев назад голосовали сотни тысяч россиян. Вместе со своими коллегами из Трио Вулгал на родину приехал выпускник пятого сезона шоу «Голос» Михаил Житов. Очень страшно. Я уже думала, что мне ничего не грозит, ничто не страшно после проекта «Голос». Ну нет, на самом деле. Вот каждый концерт туровый меня вот так вот трясло. Я, правда, постоянно переживаю перед выходом на сцену. Но я постараюсь делать все, что в моих силах. Вот. Вот так. Чтобы помором не было за меня стыдно. «Начни себя» под таким лозунгом прошли соревнования среди госслужащих. Соревнования по плаванию. Проходят они уже в седьмой раз и являются частью большой спартакиады. Вадим Федосеев подробнее. Обычно чиновников можно встретить в костюмах и при галстуках. В этот раз их объединил бассейн «Водник». Среди участников соревнований главы округов, работники министерств, судебной системы и прочих госучреждений. Прежде всего мы хотим показать всем, что неважно, где ты работаешь, кем ты работаешь. Вопросы здорового образа жизни должны быть для жителей нашей области на первом плане. Дистанция для всех одна – 50 метров вольным стилем. Помимо индивидуальных заплывов прошли командные соревнования. Пресс-секретарь уполномоченного по правам предпринимателей Дарья Ильинкова с радостью откликнулась на призыв поучаствовать в соревнованиях по плаванию. Отличное ощущение. Я веду активный образ жизни. И для меня большая честь и гордость представлять на спартакиаде «Начни с себя» правительство Архангельской области. Как и всякое мероприятие с участием чиновников, эти соревнования не могли пройти без оргвыводов. Председатель областного собрания депутатов Виктор Новожилов, занявший второе место в своей возрастной категории, поделился планами по развитию плавания в нашем регионе. Безусловно, нужно строить бассейны в нашей Архангельской области. Их не достает. Мы непосредственно сейчас совместно с агентством по спорту занимаемся этим направлением и с поддержкой правительства области, губернатора области. Я думаю, что мы справимся с этими задачами по строительству бассейнов и по реализации именно этого вида спорта. По итогам состязаний в общекомандном зачете первыми стали чиновники Северодвинска, второе место за региональной корпорацией развития, третья ступень пьедестала за областными депутатами. Игровой сезон для Архангельского водника закончен, а значит время получать новости об изменениях в составе команды. С тремя хоккеистами контракты на следующий год не продлены. Это вратарь Андрей Рейн, нападающий Сергей Перминов и полузащитник Янис Бефус. Добавлю, что воднику в этом году удалось достичь лучшего результата. За последние 12 лет наша команда играла в полуфинале чемпионата страны и заняла четвертое место. С кем будут подписаны новые контракты, руководство водника пока не сообщает. О новостях региона продолжим рассказывать в 16 часов на канале ПС. Не прощаюсь. Субтитры подогнал «Симон»